Здравствуйте! Сегодня понедельник, 29 января. В студии новостей Екатерина Егоренкова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Взрыв возле супермаркета на Клочковской. Женщина имеет повреждение одного пальца левой кисти. У ребенка ушибленная рана надбровной дуги справа. Их женщина достала из бесхозного пакета гранату. Курсанта Университета воздушных сил нашли с простреленной головой. Попросил у своего руководителя поспілкуваться по телефону, отлучился. Основная версия следствия – самоубийство. На заводе «Комунар» обещают поднять зарплату на 20%. Предприятие посетило руководитель области. В Харькове в результате взрыва возле супермаркета на улице Клочковской пострадали два человека. По данным полиции, уборщица из соседней аптеки с маленьким внуком решила проверить содержимое бесхозного пакета. В нем оказалась граната. Пострадавших доставили в неотложку. Улица Клочковская, район супермаркета «Брусничка». Сегодня около половины десятого утра здесь прогремел взрыв. Я не видела. Я только услышала взрыв. Но я думала, что у меня что-то случилось тут. А потом уже увидела черное пятно. В результате происшествия пострадала 54-летняя женщина и ее двухлетний внук. Женщина имеет повреждение одного пальца левой кисти. Ей произведена первичная хирургическая обработка. Палец не ампутировали. Ребенок в удовлетворительном состоянии. У ребенка ушибленная рана надбровной дуги справа. И было извлечено оттуда инородное тело. Сейчас ничего не угрожает. Все стабильно, нормально. Просто лишний раз говорить о том надо, что не стоит брать никакие неизвестные предметы. Поднимать на улице. Быть внимательными, бдительными. Это основа. По информации полиции, женщина работала уборщицей в аптеке. В том же здании, где размещается супермаркет. После того, как она проведила уборку, она спускалась вниз и увидела на лестнице небольшой пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Он был тяжелый, с ее слов. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее с рук, после чего произошел взрыв. По словам Олега Беха, были найдены некоторые части взрывчатки. Эксперты предполагают, что это была ручная граната направленного действия. Около гранаты находился еще большой подшипник. То есть мы понимаем, что, скорее всего, взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения. Уголовное производство открыто по статье «Хулиганство», санкции от которой от 3 до 7 лет тюрьмы. Маргарита Минаилова, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». В Харькове нашли тело курсанта с простреленной головой. ЧП произошло в Университете воздушных сил. По информации полиции, третий курсника инженерно-авиационного факультета с огнестрельным ранением в голову обнаружили вечером в воскресенье. 19-летний курсант нес службу по охране военного городка и имел при себе автомат Калашникова. Около половины десятого вечера парень не вышел на связь. Дежурный по военному городку поднял тревогу. Курсанта нашли на территории вуза мертвым. Одна из версий, которая рассматривает следствие – самоубийство из-за ссоры с девушкой. Я попросил своего керевника поспілкуватися по телефону, відлучився. Ну и что там дальше трапилось, никому не відомо. Зараз проводится вскриття, загальное вивчение. Курсант характеризуется по всему направлению позитивно. И в физичному плане, и в навчальному плане учился на добрый и відминный. В Харьковской области проходят мероприятия по случаю столетия исторического боя под Крутами. Память киевских курсантов, вступивших в неравный бой с красноармейцами, почтили в Академии Нацгвардии. Вечером в центре города состоится факельное шествие. Столетие со дня боя возле села Круты в Черниговской области. Юных патриотов было около четырех сотен, большевиков – четыре тысячи. Бой продолжался пять часов. Почти все защитники Украинской народной республики погибли. Около тридцати патриотов большевики взяли в плен и расстреляли. В историю битва под Крутами вошла как символ борьбы за независимость. Найбільше наши тогда отступили зі станції, але ж тривалою историчну війну вони виграли. Бо завдяки, в тому числі, і подвигу Крутян постала таки незалежна Україна. В Харкові торжества прошли в Академії Нацгвардії. Александру Семененко доверили возлагать святы. Молодой чоловік – потомственный воєнний. І отец, і дед, і прадед були офіцерами. Ми курсанти сповідомо це як приклад для майбутніх поколінь, для себе особисто, що особистим подвигом можна захищати Україну. Навіть не маючи, як вони не мали особистої підготовки в військовій справі, але вони особистим прикладом та наснагою, бажанням захищати свою Україну йшли та поклали своє життя. Сто років тому молоді хлопці і дівчата стояли на смерть проти орди ворогів, і вони принесли нам перемогу і віру в себе. Ми зараз, як і вони, стоїмо проти ворога і готові боронити нашу країну. Ті часи для нас дуже важливими, тому що наші війська дійсно показали, як має бути захист нашої батьківщини. І вони до останнього стояли на захисті нашої батьківщини, і для того, щоб наша Україна зараз була єдина. Сьогодні в Харкові состоїться факельне шествие по случаю боя под Крутами. Представители націоналістичних і патриотичних партий і організацій, предварительно около 500 чоловік, пройдуть от площади свободи до площади Конституції. За порядком будуть следить 400 полицейських і бойців Нацгвардії. Шествие стартує в 7 вечера. Павел Нелицкий, медіагрупа «Об'єктив». Пострадавшая 18 октября в ДТП на Сумской Жанна Власенко родила девочку. 30-летній жінчине сделали кесарево сечення. Мама і ребенок под наблюдением врачей. Напомню, в момент аварії Жанна была на шестом месяце беременности. Пострадавшая в ДТП на Сумской Жанна Власенко стала мамой. 18 октября прошлого года «Лексус» после столкновения с «Вольксваген Туарек» въехал в людей на тротуаре. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. Жанна на момент аварії была на шестом месяце беременности. Тогда была достаточно тяжелая черепно-мозговая травма с контузионными очагами, травматическим субрахноидальным кровоизлиянием. И в том числе имелись переломы лонных костей и седалищной кости. Чтобы спасти ребенка, врачи на три недели вводили Жанну Власенко в медикаментозный сон. Из отделений нейрохирургии областной больницы будущую маму выписали 22 ноября. Минувшую среду у 30-летней женщины родилась дочь. 22 января по госпитализации плановой Жанна Власенко поступила к нам в отделение. И вот природа решила, что 24 января в час ночи у нее отошли воды. Поэтому было принято решение, согласно ранее выработанному консилиуму, о родоразрешении путем операции кесароёстечения. И в 2 часа ночи 0,7 минут родилась девочка. 2,815 вес, 46 сантиметров рост. Медики рассказывают, роды были партнерскими. В ней присутствовал муж Жанны. Девочка абсолютно здорова. Роженица тоже все в порядке, нормально. Сложнений нет, все протекает хорошо. В принципе, готова уже к выписке. По заверениям всех специалистов, ничто, ничему не угрожает. Ни здоровью, ни состоянию. Поэтому в ближайшие дни мама с малышкой уже окажутся дома. Как сообщают правоохранители, досудебное следствие по делу ДТП подходит к завершению. Скоро его передадут в суд для рассмотрения по существу. Виктория Вашкевич и Дмитрий Герасимов. Медиагруппа «Объектив». Харьковчанка, которая за 10 тысяч долларов наняла киллера для убийства бывшего зятя, в ближайшие два месяца проведет под стражей. Такую меру пресечения избрал суд. Смерть директора КП «Горэлектротранссервис» инсценировали сотрудники спецслужб, чтобы поймать заказчицу на горячем в момент передачи денег исполнителю. В 2015 году директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Васенко развелся с женой. И с того момента бывшие супруги через суды делили имущество и опеку над ребенком. Его экс-теща Наталья Морозовская, чтобы решить сразу все проблемы, задумала убийство. Исполнителя подыскала в уголовной среде и поставила задачу. Смерть должна выглядеть естественно, например, как сердечный приступ. За это готова была заплатить 10 тысяч долларов. Спецслужбам пришлось сымитировать смерть чиновника, чтобы поймать заказчицу с поличным. Исходя из этих обстоятельств, прокуратура просит применить для задержанной самую суровую меру пресечения. Может створить доказы непричетности до правопорушения шляхом укладания цивильно-правовых угод на грошовые деньги в сумме 1500 долларов США и 8500 долларов США. Кроме того, подозреваемый, пребывающий на свободе, может выполнить влияние на лекарей, которые были залучены к проведению контроля за вчинением злочину в форме имитования убийства Васенка. Защита подозреваемая просит о круглосуточном домашнем аресте, поскольку женщине 62 года, а на инвалид третьей группы и ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сама Наталья Морозовская сотрудничает со следствием и отвечает на вопросы, отказывается, вины свои не признает. Там все написано неизвестно что. Я хочу разобраться и ответить нормально. Поэтому в соответствии с 63-й стадии конституции я отказываюсь. Присутствует на заседании и сам якобы умерший Владислав Пвасенко. Уверен, что экс-теща действовала не сама, а при содействии его бывшей жены. Главное, что я понял на сегодняшний день. У меня прекрасная семья, у меня великолепные друзья, у меня оказалось больше хороших и добрых людей, чем я мог себе представить, которые искренне скорбили обо мне и которые искренне радовались тому, что я вернулся в мир живых. Друзья говорили, мы бы тебя убили, если бы знали, что ты действительно не умер. Чиновник имитации своей смерти относится с юмором. А вот тяжелее всего, говорит Пвасенко, пришлось его нынешней супруге. Именно она принимала сотни звонков с соболезнованиями. Где-то брала, где-то не брала звонки, какие-то отвечала сообщения, какие-то не отвечала. Но те, которые надо было принимать, и оно действительно неприятное, когда ты произносишь вслух, что у тебя муж в морге, когда у тебя назначены похороны и так далее. Это ощущение, конечно, тяжелое. По решению суда до 25 марта Наталья Морозовская пробудет под стражей без возможности выйти на свободу под залог. А если ее вина будет доказана, женщина может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Лана Семенова, Медиагруппа «Объектив». На взятке погорел сотрудник таможни Харьковского аэропорта. Его задержали в момент получения 6 тысяч гривен. По данным СБУ, таможенники в аэропорту вымогали у пассажиров деньги за незаконный вывоз из Украины под акцизных товаров. Сейчас известно о пяти фактах получения взяток на общую сумму 20 тысяч гривен. Открыто уголовное производство решается вопрос об оглашении подозрения задержанному и другим фигурантам, а также об избрании меры пресечения. Председатель об администрации Юлия Светличная требует уволить главу областной госпродпотребслужбы. Губернатор подготовила на имя руководителя главка письмо, в котором требует провести служебное расследование деятельности территориального органа. Напомню, в минувшую среду СБУ задержала в Харькове начальника одного из подразделений областной госпродпотребслужбы, в чьи полномочия входит борьба с коррупцией. Мужчина вымогал у коллеги 8 тысяч долларов. До судебного расследования на личном контроле руководителей областных прокуратур, СБУ и полиции. Саме цей відділ повинен був здійснювати антикорупційні заходи. Але, як виявилося, саме він і був організатором злочинних схем. Це обурює. Обурює і те, що антикорупційні органи використовувалися для особистого збагачення. І це вже не проблема окремої людини. Це проблема системи управління всього цього територіального органу. Впевнена, що слідчі дії на все це дадуть відповіді. В цьому году на заводі «Комунар» обещають поднять зарплату на 20%. Таке поручення руководству предприятия дала губернатор Юлия Светличная. Рабочих глава області заверила, що руководство страни області буде підтримувати завод в вопросах загрузки производства. Глава області Юлия Светлична с рабочим визитом на «Комунаре». Приседатель ХУГА встретилась з заводчанами і провела совещання з руководством предприятия. Недавно на «Комунаре» назначили нового гендиректора Анатолія Яременка. Бачимо перспективи завантаження. Сьогодні спілкувалися із керівником новопризначеним. Він бачить і перспективи розвитку, і завантаження підприємства. І бачить розголожений портфель замовлень. Ми будемо зі свого боку підтримувати завантажувати виробництво. І домовилися, що цього року також буде зростання заробітній оплати на 20%. В 2017 році оклади вже підняли на 40%. Це стало можливим, що завод отримував першові за кілька років. Среди перспективних направлень – участие в виконії госзаказів і смежних робот для інших підприємствів області. Всього на Харківщині роботає більше 600 крупних промисленних підприємств, на которых занят кожний третій житель регіона. В ХАГА ставять такі задачі – увеличення портфеля заказів і рост прибыли. З моєю боку – вся підтримка. Будемо розмовляти і з Кабінетом міністрів України, будемо розмовляти і з президентом, він нас гарно підтримує. Минулого року ми переїздили на заводу Мінімалишова, на Турбоатом і на інші підприємства, яких вимагали також підвищення заробітній оплати мінімум на 20%. Хочу сказати, що за 17 років ми на них підняли заробітній оплату на 40%. Тому люди мають впевненість, люди мають заробітну, люди мають соціальні гарантії. Також губернатор провела личний прийом граждан. К руководителю області обратились 15 роботників по вопросам медицинської допомоги і соцзащити. Ірина Сайко, Мінігрупа «Об'єктив». В Харківі состоялся допрем'єрний показ фільма о житті Василия Слепака. Подробніє – во второй части выпуска. Я передаю слово Вікторії Івашківич. Здравствуйте! В ефірі блок новостей экономики. За счет областной программы обеспечить жильем участників АТО, а Национальний банк отчеканил монеты с киборгами. І подробні об цьому. В текущем году за счет областной программы обеспечить жильем еще 55 участників АТО. Як сообщили в Харківській облгосадміністрації, в прошлом году квартира получила 61 сем'я воинов. На ближайшую сесію облсовета планирується выделение на программу 13 млн грн. Напомню, проект рассчитан на три года. Он разработан по інициативе глави области Юлии Светличной и реализуется совместно с Фондом содействия молодежному жилищному строительству, Союзом ветеранов АТО и Трестом Жилстрой-1. За прошлый год бесплатно установили приборы учета в квартиры 10 тисяч харьковчан льготных категорий. Это інвалиды войны, участники боевых действий, жертвы нацистских преследований, репрессий, дети войны, ветераны труда, многодетные семьи, ликвидаторы и участники АТО. В текущем году, сообщили нам предприятие, КП «Вода» установит приборы учета еще 6 тисячам харьковчан льготных категорий. Заявки при наличии паспорта, идентификационного кода и документа с подтверждением льготы принимают в районных пунктах КП «Харьковводоканал» и «Харьковские теплосети». В Украине отчеканили монеты с киборгами. Денежную единицу номиналом 10 гривен запустят в оборот 30 января. Как сообщает НБУ, новую монету посвятили защитникам Донецкого аэропорта, оборонявшим его 242 дня. На Аверсе две мужские руки с оружием разных эпох. На Реверсе – киборг на фоне полуразрушенной башни с украинским флагом. Тираж монеты – 1 миллион экземпляров. Ее реализацией займутся региональные подразделения НБУ и два госбанка – «ЩАД» и «Укргазбанк». Продолжает блок новостей экономики постоянная рубрика «Объективные цены». В обзоре «Бычки» в томатном соусе при покупке вы сможете сэкономить почти 4 гривны. И завершаем блок новостей экономики курсом валюты от НБУ. Доллар – 28,55 гривен, евро – 35,5 гривен и китайский юань – 4,51 гривна. И на этом у меня все. Продолжат выпуски Екатерина Егоренкова. Я вам желаю продуктивной рабочей недели. Всего хорошего и до встречи. Вы смотрите «Объектив. Новости». Продолжаем выпуск. В Харькове состоялся допремьерный показ фильма о жизни Василия Слепака, оперного певца, волонтера, участника революции «Достоинства» и боевых действий на Востоке Украины. С авторами картины общался Павел Велицкий. Фильм «Миф» – это история жизни солиста парижской национальной оперы Василия Слепака. Оперный певец с мировым именем, кавалер орденов замужества и золотой звезды, герой Украины погиб в июне 2016 года на Светлодарской дуге. Свидетелем тех событий стала боец первой отдельной штурмовой роты правого сектора Галина Клемпоу с позовным «Парлинка». И это было сказано в эфире, что у нас есть на тот момент 300, то есть раненые. И уже когда происходила самая эвакуация, нам попередили про то, что у нас уже есть загинувшие 200. И лишь через хвилин, мабуть, 15-20, после того, как его вывезли в безопасную зону, один из нас, кто перебывал с нами на позиции, уехал, переконавшись, ну, кто это, и вернулся с новином, что это загинув Василий. Миф – позывной Василия Слепака в добровольческом батальоне. Сокращение от «Мефистофель» – персонажа оперы Шарля Гуно «Фауст». Это была любимая роль оперного певца, за которую он неоднократно был награжден овациями переполненных театральных залов Европы. Василий родился во Львове, но последние 19 лет жил во Франции. Там он построил успешную карьеру. Во время революции достоинства организовывал демонстрации во Франции, а впоследствии присоединился к волонтерскому движению, помогая Украине. А потом поехал на фронт. Это величезный, двухметровый, очень добрый, ширый, такая, великая дитина, которая даже безхитростенна, даже не знает стратегии, какую-то супер-выбудованию. Он реагирует прямо, как метець, без гальм. Он не умеет толерантно сказать, он очень щиро, прямо реагирует, экспрессивно реагирует на всю реальность. Через это он на фронте. Ни хто из нас не знал, что это оперный співак, просто это приехал человеком 2 метра ростом, с шубом, с бородой. То есть я сразу начал делать все, как все. То есть всю побудовую работу, как и мы. Потом через несколько дней вышла статья про то, что оперный співак Василь Слепак воюет на фронте. Мы все прокинулись, подошли, типа, Василь, это ты? И он, ну, так, это я, типа, не звертайте уваги. Режиссеры Леонид Кантер и Иван Ясний создали кино, основанное на архивном видео. Кинолента исследует волонтерскую деятельность Слепака во время событий Майдана и на Донбассе, вплоть до последних мгновений его жизни. В начале работы над картиной создатели обратились ко всем с просьбой присылать любые документальные свидетельства. Поначалу фильм «Миф» снимался на голом энтузиазме создателей. Но в дальнейшем удалось собрать более 370 тысяч гривен от простых людей, будущих зрителей. И на самом финале, когда мы уже думали, что уже просто капец, требовал ось такой фильм и все, далее мы не сможем просунутися, то в какой-то момент просто Держкино дало свою поддержку, и мы сделали классную анимацию, завершили графику, все по фильму, так, как мы рели его сделать, так, как хотели его видеть. Сумма государственной поддержки составила 620 тысяч гривен, при общей стоимости производства более полутора миллионов. Это украинский документальный фильм, который сейчас мы покажем в 19 местах в рамках промо-туру, и делаем вот такие премьеры с авторами. А после 8 лютого мы также начинаем всеукраинские прокаты. Будет близко 25 мест Украины. На предпоказе зал был переполнен. Зрители стояли и сидели на ступеньках. На последних кадрах аплодировали стоя. Этот фильм дает нам такой, знаете, поштовх для того, чтобы подумать, что каждый из нас должен делать вот далее, побачивши всю историю, потому что все мы так или иначе причетны до подеи Майдана и войны. До киноленты «Миф» Леонид Кантер и Иван Ясний совместно сняли уже два фильма. «Короткий метр. Война за свой счет» и полнометражку «Добровольцы божьей читы», которые режиссеры показали в 23 странах мира. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». В Харьковском дворце спорта завершился международный турнир по боксу на призы городского головы. В 10 олимпийских весовых категориях соревновались команды спортсменов не старше 22 лет из Украины, Грузии, Белоруссии и Марокко. Николай Жижиян из Черновцов – бронзовый призер чемпионата Украины по боксу. В составе сборной Украины на Харьковском турнире выступал в весе до 75 килограммов. Оба свои поединка с белорусским и грузинским соперниками завершил ничью. Такой редкий исход для бокса возможен только на командных турнирах. «Эти ничьи, они справедливые. Они приехали к нам готовиться, мы с ними тут готовимся. Ну, как бы это справедливо. Ничьи – это тоже хорошо. Эти бои – это опыт к дальнейшим соревнованиям». В каждом весе четыре участника по одному от страны. Они боксируют друг с другом по кругу. За победу получают три балла, за ничью – два, за поражение – одно. Очки суммируются и определяется команда победитель и призеры. «Олимпийская система проиграл, вылетел. Человек готовится, потраченные средства. Приехал, проиграли и сидят на трибунах, болеют за своих друзей. Здесь же они проводят по три боя. Каждый с каждым. Это очень важно для тренера, для команды». Украинцы, грузины и белорусы посредством Харьковского турнира готовятся к молодежному чемпионату Европы. Время проведения удобное. Оно совпадает со спарринговыми сборами. Состав участников позволяет отработать разные модели бокса. «Украина – это великая боксерская держава, которая в рейтинге европейском стоит на первом месте. Сборная Марокко – это очень сильная команда, такого профессионального стиля, работа очень жесткая в ближнем бою. И, конечно, сборная Грузии привезли очень сильный состав до 22 лет. Здесь есть чемпионы Европы, призеры Европы, призеры мира». Подсчет очков показал, что победила сборная Украины. Грузия – вторая, Беларусь – третья. В составе украинской команды выступали два харьковчанина – тяжеловес Сергей Горсков и Ярослав Харцис – первый полусредний вес. Все свои поединки они выиграли. «На сегодняшний день это два чемпиона Украины, причем Сережа Горсков – чемпион Украины до 22 лет, и чемпион Украины по взрослым ребятам. Ярослав Харцис – чемпион Украины до 22 лет, и финалист чемпионата Украины по взрослым. То есть они лидеры». «У Харциза один бой был, у него был финалист чемпионата Европы, был очень такой хороший команды Грузии, спортсмен. Все-таки он финалист Европы, это не зря. Но он так уверенно все три ланды выиграл. Они же в команде, и они планомерно готовятся к чемпионату Европы». Чемпионат Европы по боксу в возрастной категории до 22 лет состоится в конце марта-начале апреля в Румынии. Александр Григоров, медиагруппа «Объектив». Такими были главные темы понедельника. На сайте «Объектива» всегда есть свежая информация. Будьте в курсе происходящего. Я на этом прощаюсь до завтра. Приятного вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»